Фух, страшно-то как. Ой, как же, смотри, какая трапка зелененькая. Вот она, да? Вот это прям та самая, чтоб поваляться. Вот они. Как выглядят, друзья, альпийские луга, на которых жрут альпийские жирные коровы. Вот они, как выглядят. Ой-ой-ой, скала. Так вот, на этой скале мне надо обязательно что-нибудь наковырять, хоть чуть-чуть, причем идти дальше. Да, высоты-то с высоты-то тут, не сказать, что шоколадос. Ну, облако-то сверху есть, значит, поток уходит сюда. Надо сцепить зубы и пытаться набрать. Да, подзастряли мы здесь, на альпийских лужочках. Вон здесь. А? Слева-1, 2. Где, слева? Да, 2. Хорошо, это очень хорошо. Это прям, давай, высматривая орла, я буду тут концентрироваться на... А, слушай, тут стаи орлов. Они очень молодцы, что решили попарить здесь. Они должны нам показать поток. Эти орлы, подвиньтесь, идти его мать, у меня же радиус-то больше. Ай, как страшно. Ай-яй-яй-яй-яй! Иди отсюда, курица! Ты видел, что творится? А мне деваться некуда, я скорость бросить не могу, потому что у меня нырнуть под него, потому что... Нырять-то некуда. Некуда, да, зажаты. И с другой стороны я не могу и... Блин, они хорошо крутят, а мы не поместимся, если будем как они. Придется... Видишь, мы вынуждены восьмерку крутить. Вот здесь я попробую разворот сделать по восьмерке. Буквально радиус у птицы получше, и она набирает здесь, а ты, как дурак, не можешь набрать. Ну, орлы, давайте сконцентрируйтесь, соберитесь, тряпки. Сделайте что-нибудь. Всё, я потерял этот поток. А, вон они впереди. Вот они все стали. Ты видел, как он близко прошел? Нет. Я надеюсь, что камера попала. Я не видел этого. Я его просто не заметил, реально. Вот, друзья, как можно сбить орла нечаянно. Я этого орла не заметил. Ну, я набираю, мне уже деваться некуда. Я хочу тоже улететь, друзья. Орлы, вы же, блин, можете пожрать в другом месте. Подвиньтесь. Кыш! Кыш! Как же мне страшно с этой такой стой. Много их особей. Но из плюсов мы выбрались выше этого склона. Соответственно, хоть что-то набрали. 120 метров там были. 120? Да. Ну, сейчас сольем. Видишь, я выпал из этого потока. Ну, попробуем еще кружочек. Если не получится, то надо уходить. На самом деле. О! Вот они, смотри, где. И что они здесь? Еще лучше что-то нашли. А, смотри-ка, нашли, да. О! Парни! Дай Бог вам орлицу добрую. Жратвы побольше. Да врагов поменьше таких, как я. Какой хороший поток показали. Только опять выпал из него. Вот они впереди, видишь? Надо туда протянуть. Да, есть, 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 есть. Это где есть. А это мои лапочки. А это мои пубочки. Вот так полетаешь, начнешь с орлами по ночам разговаривать. И видишь, нам совсем чуть-чуть нужно. Вот это озеро. Вот оно идет. Я не помню, есть ли там перевал. Как он, как он вообще есть. Видишь, как там все заперто. Выключить, друзья, потому что уж очень тяжело. Работать и снимать одновременно. Друзья, орлы вон крыльями замахали. Все, кончилось счастье, кончился поток. Но мы набрали 120 метров. В сумме было чуть больше. Сейчас я его потерял все-таки. Я думаю, что я дотянусь до вот этого облака прямо по курсу. Опасное место вот этот перевал. То есть он разделяет в одну сторону озера. Но я уже через озеро пойду. Там есть выход с той стороны через плотину. А сейчас попытаюсь здесь набрать. Ох, как все это страшно. Вот ледник, про который много снимали. Даже сегодня вам с утра показывали. Буду работать. Да, забрались так забрались. Вот перевал. Все, мы только вперед. Теперь мы уже направо не приземлимся. Направо мы уже никак. Все, тебе только в одну. One way ticket. Погнали. One way ticket. One way ticket. One way ticket. One way ticket. Ticket to the moon. Попробуем здесь взять все-таки. Какой-то был поток. Вы уже поток. Вот он. Ага, вот он есть. Как же страшно. В ротор мы попали. Все. Амба. Ну, если амба этому потоку не нам. Не переживай. Ладно. Надо идти вдоль склонов. Они будут работать. Потому что нам таким образом мы можем высоту растерять. Которая нам все-таки позволяет сейчас проскочить перевал с озером. Чтобы мы, даже если в этом опустимся, попасть в Гренобульскую долину и сесть на Гренобульском аэродроме. В общем, концепцию меняем на максимально надежную. Фух. Да. Ну все. Вот здесь перевал мы прошли. Текаем все время вниз. То есть мы сейчас попадаем над озером. Потом попадаем на плотину. Потом смотрим, как красиво с левой стороны течет по горной речке водичка. До такой высоты я здесь, конечно, не бывал. А вот оно и озеро с плотиной. Да. Нам бы еще перевальчик пройти вот справа. Прямо по курсу, видишь? А, да. Оказаться левее с него. Это сильно нам тоже поможет. Да, надо было все-таки нам спокойно лететь Греноблем. Не выпендриваться. Не выпендриваться. Выпендрились, так выпендрились. Может здесь хоть поток будет. Нет, нет потока. Осталось-то чуть-чуть. Да, друзья, вот здесь я с Клаусом летал. Но летел я все-таки чуть-чуть выше. Мы пришли потом вот на этот склон. Вот этот перевал мы прошли. И со склона взяли поток. Впереди даже видна уже Кренопольская долина. Тот аэродром, на который, если что, мы можем прилететь. У нас остается только необходимость пройти вот этот перевал впереди. И не знаю как. Проходим, не проходим. У нас скорость 180 кейтеров в час. Должны пройти просто за счет запаса по скорости. Фу. Но, конечно, так никогда не делайте, друзья. Это ***, а не полет. Фу, пронесло. Все. Дальше свобода. Дальше вот эта долина уходит в сторону Гренобля. Но мы попытаемся еще до стенки взять поток. Вот, смотрите, как красиво течет водопадище. Вот облако, на которое рассчитываю. Вот склон с подъемниками. Все непонятно. Но мне надо здесь выбраться. Стенка хорошая. Ветер на нее дует. Если мне здесь не удастся выбраться, я ухожу вот туда, в ущелье. И по ущелью выбираюсь в Гренобольскую долину, где есть возможность приземлить планер. Проблема в том, что мы низко уже. У меня всего лишь 2 км высоты. И с этой высоты могут склоны не работать. Несмотря на то, что все красиво. Вроде как. Стеночка, все дела. Но не факт, что это работает. О! Работает. Вот. Подъемничек работает. Тоже. Вроде принесло. Вот здесь был поточек. Он узенький тоже. Но явно что-то есть. Хоть какая-то энергия есть. Друзья, представляете? Вот в этот ответственный момент я еще вам снимаю видео. Яйца его отрезать за такое. Ну а с другой стороны. Знаете, как это бывает? Богу обещают. То есть ты там говоришь, боже, если сейчас вот я отсюда выкоробку из там, например, я брошу пить, курить. Короче, все это я брошу и ничего такого делать не буду. Вот. А потом так раз. Вроде как смотришь, а вроде как не так страшно. Я здесь, друзья, никогда с такой высоты не выпаривал. Был низко, конечно, пару раз. Но был низко. Знаете, на каком уровне? Вот вышка сверху. Вот все уровни этой вышки был. На уровне в этой вышке для меня это впервой. Скорость подъема полтора метра в секунду. Это каждый пик в сердце моем отзывается. Не знаю, чем отзывается. Какой-то радостью, что ли. Вот эти горы, чтобы здесь летать, нужно хорошо знать. Про этот перевал я знал. Я, честно скажу, не помню расчетные высоты. Но визуально было видно, что мы проходим. И, конечно, вот этот проскок на 180. Сегодня, по прогнозу, не было сильного ветра. И я по долине смотрел, что ветра нет. Та бы, конечно, я так смело через этот перевальчик не сиганул. Вот я вам крылом показываю ту самую точку перехода. Я уже устал тренедит. Расскажи мне твои ощущения от сегодняшнего тропа. Игорь прекрасный. Одески наслаждаются вкусной тропой. Игорь беспокоится, наворачивает круги. Мы по-то летаем с орлами. Больше гор. Да было ли тебе страшно? Нет. Но в какой-то момент запустокоился, когда Игорю стало страшно. Но страшно мне не было, наверное, по незнанию. Ну, это да. Это я с тобой соглашусь. Да. Я до сих пор смотрю на этот перевал. И просто смотрю на него с ужасом. И даже надо было его настолько смело перескочить. Фух. Ну, помните, да? Что озеро можно было вот там, в той стороне обойти. Так. Между тем, у нас уже 2800 метров. Кромка облака приближается. И можно вполне потихонечку готовиться к тому, что мы пойдем дальше. Не могу и набрать выше 2800 никак. Вот, ковыряюсь, ковыряюсь. Несмотря на то, что я не выбрал кромку, наверное, все-таки пойду дальше. А вот вам вот эта вот страшная вышка, которая меня пугала и нервничала. Гляньте, от нее какие-то вот толстые жирные провода идут. И вот сень нашего планера пересекает эти толстые жирные провода. Фух. Да. Между тем, еще два озера красивых. Красоту же снимать никто не отменял. И я сейчас попробую вам показать аэродром, на который мы все равно не могли бы приземлиться, потому что были ниже, чем этот аэродром. Представляете? Вот он. Аэродромчик. Представляете, как туда приземляться? Наша высота 2700. Мы были на километр ниже. На этот аэродром никак не заходили. Но, как я говорил, мы могли спуститься в долину Гленобля и взять аэродром там. Смотрим Дугу-Альп. Да, достаточно низкая облачность. Могли ли мы использовать другой путь? Может быть, могли. Ну, было бы точно не так интересно. Я пошел по той линии, которая правее крыла, вот показываю ее. И попал вот в ущелье, который заканчивался вот этим тупиком. Возможно было бы обойти гору. Ну, тоже, видите, тут лес такой. Тоже все непонятное. А правильнее было бы лететь по другой стороне этой системы. Там тоже есть облака. Можно было спокойно лететь и не устраивать тут такое шоу. Эх! Но тогда бы не получился такой контент огонь! Ха-ха-ха-ха! Держи ручку, погнали вперед. Сейчас еще будет одно красивое место. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ну красиво согласись ты какой черное озеро не пролетел а потом так и озеро удаляется а мы невесомость прости пожалуйста фу а мы летим к орбитами вот этим облачкам пытаться высоту набрать чтобы до дома хватило не знаю что там будет какую-то изоленту оторвали похоже когда и гейкали папа проверить а форточка закрыта у меня вот там носовая форточка верно открыто открыто ну понятно сможет было конечно на плату набрать но по пойдем более красивым путем есть какой-то поток может все-таки попробовать да слушай прям противно так свистит ладно пошли дальше я там знаю хитрый скалы на них наберем кстати заметь мы с тобой помнишь обсуждали полетим ли к 6 вечера и не пролетим да вот не прилетим о я получил люлей от жены вот это будет хуже чем тот перевал тусечка ты посмотри я всеми силы и души любовь моя пытаюсь улететь домой она посмотрит как и гейкали скажет да уж видела я все силы души видишь пик дебюр на горизонте да но это надо собственно туда нам надо долететь конечно далековатенько но мы можем попробовать сейчас вот на эту стеночку и по стеночке по стеночке шкреб дошкреб и уже по этому хребту если мы вскарабкаемся то нам хватит тогда дома как раз те самые 600 метров ну уже 700 которых нам не хватает минус 5 очень сильное снижение не нравится мне это ну вариантов нет вот ветер как раз на и ребрышка вот видишь свежие лесопосадки есть энергия есть пока отмечаем на 2000 мы сюда пришли будем смотреть какая у нас тенденция набора высоты и вот дальше чем вот это вот поворотик наверное находить не стоит я уж не помню как тут у меня еще видишь какой низко дня попали блин вот зале барана лела вот вот это ребро последняя точка где может что-то вкусно отрываться ничего хорошего разворачиваемся идем в обратную сторону вот там этот не очень-то хорошо сейчас я пробился здесь вот у нас был прошлый раз набор 1900 метров болин даже не знаю выберемся мы теперь здесь или не выберемся да лобик работает только лобик меняем тактику сейчас сюда будем направо заходить вот видишь вот этот вот будет работать кусочек леса то есть мы будем сейчас елозить как полные елузуны ой лилка под крыло жахтало да как-то не могу я здесь выбраться слушай за целого совсем будет обидно если это просто обычный динамик тогда мы конечно здесь выбрали 100 метров но на этом и все 100 метров нам совсем не хватает не поверите но буквально только я выключил камеру как бахнула жахтула и вот мы на тем же упырем но уже высоко набираем высоту круговом потоки то есть все хорошо сейчас выберемся вот к этой вершинке вот эти планировочек какой-то летит еще один их двое и пойдем спокойно уже домой потерял я поток который выбрал вот с этого упыря друзья кончился он пришлось мне сместиться вот вот этим страшным скалом лишь как я страшно закручиваю на вот этот упырь не знаю удастся мне взять здесь поток или нет если не удастся наверно надо отсюда двигать ой баранов сколько баран и ух ты ж его но идем по скальникам то есть здесь уже никаких вариантов уходим это ребрышко был бы он ровный ребят было бы еще лучше а вот вот таких вот фитрых красивых ребер но зато и как красиво да тут будет вопрос насколько вот здесь залезать вот этот карман но сам карман не стоит да видишь какая турбулентность вот этот поток стоит попробовать закрутить от склона мы достаточно далеко если мы в нем наберем метров 200 вот мы и дома собственно видишь как он стелится в глубь ущелья стелился стелился и расстелился вот я поэтому говорю что в таких ситуациях что-то трижды подумать стоит ли какой-нибудь такой поток любой брать или ну его в пень видишь буквально такое было что ух чем кончилось и не пойду я к стенке здесь все равно ребро проходить вот это впереди вот это ребры шпиляжем и по нему дальше налево пойдем да дом-то уже вон пик-дебюр виден и какая здесь травка после этих скал страшно какая классная травка а глянь она ваша лучше такая штука турбулентность правда меньше не стало но из хороших новостей почти долетаем 190 метров нужно из плохих впереди горы и перевал который непонятно проходим или нет опять можно взять сильно правее и тогда идти склонами но там опять же перевал нехороший можно долины попытаться все это дело пройти пока не знаю но за игорь небольшой по точек но есть нам бы чуть-чуть 200 метров до шкряпать и можно смело путешествовать дальше но смотри нам нужно на самом деле перед перепрыгнуть вот этот год перевальчик и вот этой стороной пойти потому что ветер западные северо-западные вот это скала может работать впереди а туда мы пойдем там в ротор попадем ничего там хорошего нету поэтому спарим сюда и смотри по озерам видно вот как как дует сильно дует и дует западный компонент поэтому выйдя на этот кребет впереди мы в нем даже динамиками наберем но вопрос только на какой высоте мы туда выйдем фу ну что ж дайте дотягиваем до склона я опять же здесь никогда не был на такой высоте ветер ровно в этот склон проверяем работает ли он склон но ну 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 по крайней мере метр в секунду какой то есть уже хорошо начинаем двигаться вдоль склона и пытаемся выбраться выше него потому что дальше опять же длинная дорога к дому 40 километров еще осталось но благо мы сможем ее проковылять в динамике но для этого надо выбраться выше этого рельефа перед видите там ребра неприятные блины здесь тоже неприятно разворачиваться уже попробуем выбраться повыше хоть немножко высоты наковырять но и как красиво справа тень планера скользит можно фотографировать арии даже на некотором удалении от склона все работает поэтому это научат потихонечку потихонечку выкарабкаемся повыше и пойдем уже над криптом и сколько уже набрали но пошли дальше он надеется что вот там ребро типа перевальная там по идее должен скол лучше работать потому что здесь у нас как ты видишь мы что-то набрали так чтоб не так страшно было дальше и дети полетели дальше ну как ты видишь да что вроде кажется да поток хороший а он буквально одноразовый самое интересное мы до дому долетаем у нас уже до лед есть метр в метр но там перевал впереди который сожалению нам не перекарабкаться он видишь а вот здесь вот над этим холмником зыга хорошо вот оно наше спасение отлично встаем наборы через десяток спирали у нас будет высота для того чтобы вернуться фуфу все наконец-то наступил тот миг когда елозинь у склона превратилась уже дальше в нормальный набор по спирали но меня там ветром сносит мне приходится протягивать как вы видите но в целом это уже совсем другая история ну и сработал мой расчет то есть как в чем он заключался друзья в том что ветер по хребту все-таки косит и вот взяли мы поток на ребре которая по супе забирает долину то есть видите вот с долины течет ветер воздух и натыкается на вот это ребрышко она ведь немножко относительно крипта повернута вот она собственно нас и спасло но вот это был мягко говоря крайний шанс потому что если бы это ребро не сработало я бы не знаю я бы не знаю где высоту набирал бы то есть все вот эта посадка вот здесь сейчас покажу поля которые я присматривал для посадки смотрите вот есть поля с убранной пшеницей естественно не ближние горки вот там в долине есть достаточно удачное поле продолговатое такое против ветра опять же вот я на него уже присмотрел его думаю если чё запущу движок и тогда уже с помощью движка буду домой возвращаться но это было бы конечно позором в такой день прикольный с такими отважными результатами взять и опошлить все запуска мотора но с другой стороны безопасность safety first безопасность прежде всего фух но вы можете в какой-то веке посмотреть на уставшего волка вот я реально упахался сейчас вот этот кусок конечно как выбраться как куда как какое решение настоящие боевые небесные шахматы сейчас наберем до конца и уже скоро дома будем я набрал 2100 метров этого мне недостаточно чтобы перевал перепрыгнуть но принципе достаточно чтобы продолжить путь домой 300 метров мы привозим на аэродром если туда долетим и я буду сейчас прижиматься к скальникам потому что на них хоть какой-то ветер и может быть они мне немножко помогут если нет то придется на конечно обходить вот там карман ущелье обходить неприятно и так далее то есть будут еще приключения но не думаю что не будет серьезными потому что с большой долей вероятности вот эти все ребра на хрен так будут работать сейчас проверим а а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все, финишная прямая. Вау! Чуть потрясет сейчас. Субтитры добавил DimaTorzok Такой замечательный полетик. Временами острый, временами такой спорный. Старайтесь так не рисковать. Был везде запас. Там перевал проходили со скоростью. Опять же, от перевала было три площадки для долета. Но все-таки, если вы знаете, что вы делаете, это хорошо. Но если вы не знаете, что вы делаете, то так точно летать нельзя. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Ура! Весь фильм есть! Постовая камера снимала все время. Постовая камера. 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 Продолжение следует...